Сегодня в выпуске. Что такое ездовой спорт и все ли собаки могут им заниматься? Почему у некоторых собак часто ломаются лапы? И благотворительная акция программы Ко мне. Накорми помощника Санты и сделай доброе дело. Это программа Ко мне и мы снова в приюте Ласка. Пришли первые морозы, началась зима, это значит пришла пора ездового спорта и активных беговых собак. Правда, к сожалению, многие хозяева таких собак часто выбрасывают их на улицу просто потому, что не могут справиться с их неуемным характером, как у нашего персонажа. Давайте познакомимся с ним поближе и узнаем его историю. Здравствуйте! Как зовут? Сколько лет? Собачку зовут Ласка, она совсем молодая, ей нет еще даже года. Расскажите ее историю. Привет, привет, давай лапу. Расскажите ее историю, как она попала в приют? Ну, Ласку подобрали волонтеры приюта со всем маленьким щенком, также вот замерзающей, страдающей на улице. Вот ее забирали уже однажды, ну, будучи еще совсем маленькой, было, наверное, месяцев пять тогда. Вот, из тихого, спокойного щенка вырос очень гиперактивный подросток, и хозяева не смогли справиться с этой неуемной энергией. Ласка, как и многие активные собаки, требует особого внимания и дрессировки. Для этого хозяин может заняться совместным спортом со своим питомцем. Летом это каникрос, бег на разные дистанции, зимой – ездовой спорт. Для профессиональных забегов собаку берут из спецпитомника, а вот любительским спортом можно заниматься с питомцем любой породы. Начинают занятия с тренером, собака должна научиться тянуть упряжку. Берут, допустим, миску с кормом, ставят на отдаление, и, ну, собаки говорят вперед, собака бежит до миски, и потом постепенно миску отодвигают дальше, потом убирают за угол, потом уже увеличивают, увеличивают, увеличивают расстояние. Таким образом обучают собаку команде вперед, потом уже это делается в амуниции, потом уже это делается вместе с хозяином, чтобы собака в натяжении работала и привыкала тянуть. Ну и потом уже постепенно собака включается в процесс, понимает, что от нее хочется, и таким образом уже приучается тянуть хозяина, ну а дальше уже начинает тянуть все, что угодно. Что касается амуниции, для зимнего бегового спорта нужны шлейка, потяг и пояс, который уменьшит нагрузку на позвоночник собаки, лыжи или повозка, если у вас несколько питомцев. Нельзя заниматься ездовым спортом с пожилыми собаками, с теми, у кого уже были травмы лапы позвоночника. Также нельзя резко давать большую нагрузку даже на молодого пса. Нужно учесть особенности породы и габариты питомца. Предрасположенность к ломкости лап чаще бывает у собак декоративных, у которых очень тонкие ножки, которые внутри практически не имеют полости. То есть у них ножки, как у птичек, такие склонны именно к хрупкости костей. Также ломкие лапы бывают при эндокринных проблемах, переизбытке или недостатке кальция. Это лечится сбалансированным питанием. Что касается ласки, у нее со здоровьем все в порядке. Она кастрированная и с нетерпением ждет своего подвижного хозяина. Преимущественно живущего в частном доме. Собака очень активная, собака такая прям вся энергичная. Ну, конечно, немножко не воспитана, не хватает ей все-таки воспитания. Вот если хозяин ей займется, то она будет очень верным таким спутником, хоть в спорте, хоть вообще охранник, кто угодно, в общем. Кстати, в Барнауле ласка не единственный приют для животных. По всему городу разбросаны передержки. Их питомцы также рассчитывают на помощь и появление нового хозяина. Частных приютов в городе становится все больше, а количество их обитателей неуклонно растет. Между тем, не каждый приют может рассчитывать на поддержку государства. Животных нужно кормить, лечить и создавать им необходимые условия. Мы решили сделать одному из таких приютов в подарок, приюту Бусинка, и запустили новогоднюю акцию на сбор корма для всех вот этих четвероногих. Бусинка, молодой приют, существует второй год. За это время там поселилось 400 кошек и 38 собак. Они живут за счет личных средств волонтеров и благотворительных сборов. На содержание животных уходит 2,5 тонны наполнителей для лотков в месяц, больше 17 килограммов корма в неделю, а еще расходные материалы, моющие средства и услуги ветеринара. И на все это нужны деньги, а при таком большом количестве животных бюджет ограничен. Ветеринарные услуги в основном, это вот как только кошка прибывает, естественно, это большой расход. Это мы делаем тесты на хронические вирусные инфекции, это стерилизация, это прививки, ну то есть это сразу очень много денег. Потом уже, если кошка в принципе здорова, то есть у нее нет никаких там хронических заболеваний или проблем там еще, то в основном все уходит на корм. Как накормить подопечных приюта Бусинка? Приносите корм для кошек и собак в нашу редакцию по адресу улицы Короленко, 51. Приветствуется марка Роял Канин, но питомцы не откажутся и от другой. Также в кофейнях города есть акционный кофе. Средства с его покупки также пойдут на еду. Акция продлится до 27 декабря, но лучшим подарком для приютского питомца неизменно останется возможность найти своего человека. В следующем выпуске «Чем опасно обморожение для питомцев? Куда зимой подкидывают котят? Почему закон не защищает бездомных животных, запертых в подвалах?»